Работа кипела здесь с самого утра. Сначала юные электрики взялись за дверной звонок. Несколько минут и можно принимать работу. Следующий этап – светильник на балконе. Ребята хоть и учатся всего на первом курсе, но справляются совсем очень ловко. Подсоединили, изолировали провода быстро и качественно. Пока электрики чинили оборудование, на кухне трудился столер. Когда возник вопрос о помощи ветеранам, Егор сразу предложил свою помощь. У него самого прадед воевал, поэтому оставаться в стороне нельзя, считает он. Считаю своим долгом помочь. Сейчас кто жив, в принципе, их каждого года все меньше и меньше. Буквально лет через 10 мышек вообще не будет, так что по высовой памяти. Раиса Мустафаевна долгих не ожидала такого внимания. Привыкла рассчитывать только на себя и свою семью. А здесь сразу столько помощников. Я очень благодарна ребятам. Очень большое им спасибо за все. Они очень мне помогли. Посмотрите, и свет сделали, и телефон сделали. И стол сделали, все помогли. Спасибо им большое. Спасибо ихним учителям, что они учат таких ребят молодых. Видишь, как они хорошо, какие хорошие специалисты. С началом войны она пошла работать, помогать фронту. Собирала корень валерьяны в горах, затем трудилась на лесопилке. День победы 45-го помнит, как сейчас. Но никому не желает пережить столько лишений, сколько выпало ей и миллионам людей в годы войны. Весь город танцевал, плясал. Все делали, не знаю, что можно было. Плакали, радовались. Счастье было такое, что победа – это большое дело. Большое дело. Мы пережили такую войну, не дай бог, никому. Детям, правнукам, не дай бог, и никому не желают такое, как мы пережили. Очень тяжело, очень тяжело. Эта акция не разовая. Ребята постоянно оказывают посильную помощь ветеранам. В канун праздника Победы управление молодежной политики закрепило за волонтерами 265 ветеранов. Волонтеры из числа студентов вузов и СУЗов взяли шерстные двери на Великой Отечественной войне, которые извили желание в помощи в благоустройстве домов и придомовой территории. Пока Раиса Мустафаевна общалась с молодежью, вся работа была выполнена. А завершилась встреча с чаепитием за новым столом. Галина Моисеева, телекомпания «ФКТ».